Добрый день! Мы продолжаем серию встреч, на которых обсуждаем БРИКС. И сегодня тема нашего разговора – возвышающийся Китай и БРИКС. Сегодня в гостях у нас доктор исторических наук, профессор кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета Мартынов Дмитрий Евгеньевич. Добрый день! Добрый день, Дмитрий Евгеньевич! Очень приятно вас сегодня видеть. Первое, что я хотел у вас спросить, до того, как мы будем обсуждать роль Китая в БРИКС, хотелось бы понять, в чем суть внешнеполитической оптики Китая? Как Китай, китайцы, как это государство, очень сильное, развитое, мощное, смотрит на мир? С точки зрения политики, философии, какой у него взгляд на окружающий мир? Каким является приемлемый мир для китайского развития и для воплощения его национальных интересов? На самом деле, этот вопрос, он ведь сам по себе является темой, наверное, для десятков, а то и сотен исследований. Значит, давайте попробуем вот посмотреть. Дело в том, что вообще нужно очень четко отличать существующие у нас некие такие общие представления, в значительной степени мифологизированные, которые, естественно, будут в себе содержать некое ядро истины, ну, скажем, представление о синоцентризме, о китаюцентризме. Но тут хитрость в чем? Нужно очень четко разделять, да, некие консервативные вещи, которые базируются на общей культуре, они меняются очень медленно, и вещи, ну, то, что мы называем конъюнктурными, которые все-таки меняются гораздо быстрее, хотя иногда не поспевают за происходящими в мире изменениями. Сейчас я объясню, что это такое. Вот когда в Китае началась эпоха великих реформ и открытости, на очередном и съезде коммунистической партии Китая в 20-м, и вот недавно прошедшем третьем пленуме ЦК КПК, который главным образом был посвящен вопросам экономики, в очередной раз, это очень тоже важный момент, высшее китайское руководство подтвердило верность этому курсу. Подчеркиваю, здесь для нас ключевое слово это открытость. Но на чем эта открытость базируется? Вот когда, опять же, эти реформы только начинались, их генеральный архитектор Дэн Сяопин, он ведь выдвинул такой вот прагматичный, очень своеобразный лозунг, который в точном переводе на русский язык гласит «не высовываться». То есть парадокс, да? Дэн Сяопин в свое время, и этот курс выдерживался порядка трех десятилетий, он отказался от двух чрезвычайно важных вещей. Чрезвычайно важных для страны социалистической, чрезвычайно важных для великой державы. Во-первых, он отказался от активной внешней политики, то есть его попыток там давить, от попыток выстраивать некую свою конфигурацию. Это с одной стороны. А с другой стороны, он отказался от активной идеологии. Нет, он безусловно занимался теоретической деятельностью. Но вот из современных китайских руководителей, после разве что Мао Цзадона, безусловно, самым активным теоретиком является Си Цзиньпин. Достаточно сказать, что вот издание его политических речей, докладов, сейчас на русском языке выпущено, оно занимает уже четыре тома. И том очень толстых, таких объемных. Мелкой печати на тончайшей бумаге. Что это означает? Означает это следующее. Да, вот эта вот попытка подстроиться под западные правила, под западные тогда правила, 70-е, 80-е, 90-е годы. Попытка понять логику визави, попытку понять вообще все тенденции мирового развития. И только уже после этого, уже возможность как-то действовать, естественно, каким-то блоковым методом, ни в коем случае не в одиночку. Потому что мы на протяжении всей истории международных отношений 20-го века прекрасно знаем, к чему приводили подобного рода эксперименты. И вот тоже интереснейший парадокс. Это то, что вот эта вот старая логика не высовываться, сейчас, в 2024 году, она в значительной степени все равно продолжает оказывать воздействие на внешнеполитический курс Китайской Народной Республики. То есть это стремление избежать лобовых столкновений. Это стремление избежать некой вот такой вот жесткой прямой конфронтации. То есть, например, чего не боялся товарищ Мао, в том числе и откровенная изоляция. И, в общем-то, она очень четко просматривалась вплоть до конца 70-х годов, когда советник президента Картера по китайским вопросам, знаменитый американский китайец Джон Кинг Фарбэнк, в одной из своих статьй, он такую интересную метафору проявил, что вот когда его пустили китайцы проехаться по Китаю еще в 70-х годах, он вдруг осознал, что, значит, с момента основания КНР и с момента ее непризнания США, американцев, больше американцев побывало на Луне, чем в Пекине. То есть вот бывало ведь и такое. То есть вот мы наблюдаем вот такую очень интересную ситуацию. Мы наблюдаем то, что Китай, он, не отказываясь от амбиций, не отказываясь, естественно, от изменения статуса своего в мировой раскладке сил, он, тем не менее, пытается выстраивать некие конфигурации, исходя из собственной политической культуры. Подчеркиваю, собственной, а вот не той глобальной, но в основе своей, безусловно, западной. Вот насколько все-таки это не высовывается, да, коррелируется все-таки с реалиями, потому что Китай ведет себя как государство достаточно амбициозное. Естественно. И вы очень интересно заметили относительно того, как он пытается всматриваться в современные международные реалии и выстраивать грамотные отношения, скажем так, с сильными центрами мира сего. В связи с этим у меня первый вопрос, насколько это не высовывается, работает. Второй вопрос, а как же все-таки Китай выстраивает взаимоотношения с государствами поменьше? И третий, как знатоку древней китайской культуры, все-таки есть что-то, что красной нитью проходит через вековое развитие понимания внешней политики, что, можно сказать, было тогда и прям точно актуально сегодня. Да, спасибо огромное. Тут действительно тоже целый куст возможностей. Ну, давайте я начну все-таки с самого начала. Вот к вопросу о том, насколько это не высовывается, работает. Она не работает. Но здесь тоже очень важный момент. Дело в том, что мы, я не знаю, из каких там эстетических, педагогических, любых других целей, мы зачастую странно, ну, в каком-то смысле, если не персонифицируем, то мы их представляем в этой вот мировой шахматной доске с легкой руки Бжезинского, как некие такие цельные монолитные фигуры. В шахматах это действительно так. Есть 64 клетки. Есть, так сказать, совершенно четко занимающие место в пространстве фигуры, которые имеют, так сказать, там свои определенные рубежи свободы. Естественно, что в реальной политике это так легко не работает. Во-первых, давайте начнем с чего. Из того, что Китайская Народная Республика, вот даже просто вот возьмем площадь мировой суши, да, Китайская Народная Республика занимает 7 с лишним процентов этой территории. Ну и соответствующее количество населения, что-то порядка трети, да, от мирового. Что из этого следует? Из этого следует уже по определению, что даже во внутренней политике, не говоря уже в кругах руководства, которое отвечает за политику внешнюю, безусловно, будут очень мощные, да, какие-то зоны давления будут очень мощные, фокусные какие-то точки, которые обходить будут достаточно сложно. Притом они для внешнего наблюдателя, скорее всего, будут неочевидны. Потому что здесь тоже все завязано на определенную культуру. Это первое. Второе. Значит, тут тоже интересный момент. Мы действительно наблюдаем очень серьезное несоответствие. Мы его наблюдаем уже с начала 21 века точно. Я имею в виду внешние наблюдатели, да, между объемом китайской экономики, между объемом потребностей китайского населения, которое уже привыкло к определенным стандартам. Вот давайте тоже вот здесь лучше всего, наверное, цифирь. Цифирь очень коротенькая, чтобы никого не нудить, но она очень показательная. Когда была создана Китайская Народная Республика, это был 1949 год, напомню, во всем Китае по статистике было, по-моему, 8 тысяч автомобилей. Вот вообразите. Территория примерно та же самая. Но население, конечно, было поменьше. Насколько поменьше сказать трудно. Первая перепись после войны была в 1953 году. Она дала 600 с лишним миллионов. Сейчас в Китае, если мне память не изменяет, 320 миллионов автомобилей, их количество прирастает на многие миллионы штук в год. Растет, как говорится, благосостояние китайского народа. Без всякой иронии. Но ведь это же все за собой тянет гигантские цепочки потребляемых ресурсов. Я не знаю, элементарной энергоресурсов. Той же самой воды, той же самой логистики, той же самой дорожной сети, той же самой сети обслуживания и так далее. Система кредитования, кстати. Теперь давайте посмотрим, что же лежит в глубине этого всего. Откуда это все берется. Так вот, на наше счастье, на русском языке есть очень интересная работа, написанная, кстати, французским китаеведом. Очень интересным китаеведом. Его зовут Франсуа Жюльен. Он долгое время работал в Парижском университете. Чем он интересен, этот китаевед? Он знаток не только древнекитайского языка, но и древнегреческого. Он мог системно на источниках сравнивать вот эти вот глубинные культурные ядра, но вот двух цивилизаций. Я надеюсь, что у нас еще речь о неких цивилизационных особенностях пойдет. Книжица эта у него называлась «Стратегия смыслов» в Древнем Китае и Древней Греции. И с подзаголовочком «Путь к цели в обход или напрямик». И вот это очень интересный момент. Дело в том, что, согласно Жюльену, в данном случае я сейчас не буду обсуждать вопроса, насколько он прав, насколько он не прав. По крайней мере, он предложил очень удобные метафоры, очень удобные образы со ссылками на источники, которые нам позволяют объяснить те или иные поведенческие особенности. Согласитесь, это главное. Практика критерий истины. Цитируя Маркса в устах современного же китайского руководства. Работает, значит, все в порядке. Собственно, эту мысль прекрасно знали китайцы еще задолго до Маркса. Поэтому так она легко и прижилась. Так вот, древнегреческая культура, она носила так называемый агональный характер. Потому что древние греки, как мы знаем, единого государства никогда не создали. У них были десятки крупных и сотни мелких самоуправляющихся гражданских общин, в которых понятие гражданство включало сугубо местный аспект, местные почитаемые боги, местные кланы, местные семейства, все остальные уже немножко не люди. А уж те, кто не греки, это и вовсе просто какие-то варвары. Насколько бы высока у них не была культура. И все это удерживалось воедино только, во-первых, своей инаковостью и, естественно, агональностью. Потому что главная особенность западной культуры – ее агональный характер. То есть борьба, состязание, конкуренция. Иногда предельно жесткая. Отсюда вот эта колоссальная роль борьбы, в том числе замены борьбы вооруженной, борьбы политической, борьбы в суде, опять же, конкурентной. Там те же самые знаменитые ораторы. Не будем забывать, что в античной западной культуре высшее достижение – это риторика. То есть это искусство словесное. Оно, безусловно, имело сугубо прагматические аспекты. Убедить избирателей, убедить, я не знаю, жюри присяжных. Но, тем не менее, это была вершина. Как итог нововременной тезис Гоббса «Человек человеку Богу». Война всех против всех. «Homo hominus, lupus, die bellum hominus, contra hominus». Античный тезис, который, как мы видим, в конце 17 века прекрасно никуда не делся. И был очень даже действенным. А что в Китае? Что в Китае? Значит, в Китае. В Китае, а нет, начинали они примерно с того же самого. Они начинали со множества таких вот полетий. Сначала мелких, потом все более и более крупных. Причем, в отличие от тех же древних греков, там ведь у них очень долго Китай. Это ведь, собственно, понятие же было географическое. Там было, по крайней мере, три, а по последним археологическим данным, чуть ли не пять протоцивилизационных общностей, которые были где-то рядышком. Которые были примерно на сопоставимом уровне развития. Две или три из которых создали собственные системы письменности. Они тоже конкурировали. А что потом произошло? А потом самые успешные друг друга, грубо говоря, съели. И появилась очень важная доминанта китайской культуры. Не допущение конкуренции. Конкуренция – это хаос. Хаос – это ненужная поляризация. Ненужная поляризация – это недоверие низов, то есть большинства, верхам, то есть царствующему, правящему меньшинству. Я вам приведу одну притчу из Конфуция, которая, наверное, в иной степени может разбить такой образ доброго седобородого дедушки, да, с многократно тиражируемых изображений. Так вот, однажды правитель спросил у Конфуция, что делать? Надвигается голод, чем можно пожертвовать? И Конфуция сказал очень неожиданную вещь. Он сказал так, все ресурсы, все силы бросить на армию и управление, потому что нужно удерживать пределы государства. Что же касается населения, это в другом месте было у Конфуции, когда он говорил, что народ можно принудить делать что-то, но нельзя заставить понять зачем. Вот, если это понимать, тогда не будет вопроса, почему Конфуция посоветовала именно так. И он сказал так, все продовольственные ресурсы на армию и на чиновников, потому что отказаться нужно от пропитания народа, потому что смерти все равно не избежать никому. Но если государство не устоит, то ничто не устоит. Вот это мышление. То есть, исходя из этого, мы можем понять многое. В Китае примерно то же самое. То есть, Конфуций очень рано понял абсолютную недопустимость хаоса. В условиях огромного населения, в условиях ограниченности ресурсов. И отсюда вот это вот китайское стремление, с одной стороны, никому ничего не навязывать, потому что по той же самой причине. Что нельзя убедить, можно только принудить. Но это, извините, имеет оборотную сторону. То есть, если есть сила, конечно, принудить можно, но ненадолго. А заставить понять все равно не получится, вызвав кучу ненужных эмоций. Здесь тоже очень важный момент. То, что даже во времена Конфуция, да и вплоть до конца 20 века, китайцы не были, в общем-то, единым таким народом. Китай – это страна размером с европейский континент, 4,5 тысячи километров с севера на запад, 5 тысяч с севера на юг. Соответственно, имея территорию Европы в два раза большее население, то есть мы, соответственно, имеем достаточно серьезные отличия. И ландшафтные, и природные, и народхозяйственные, и культурные. Как это можно было соединить воедино? Только создание неких высших нематериальных ценностей, которые, опять же, в себя будут вбирать лучших. Эту систему они придумали очень рано. Чуть-чуть попозже Конфуция. Но это, прежде всего, единая система образования, которая внедряет единую систему ценностей, и которая обеспечивает очень ограниченную, но конкуренцию. Даже не конкуренцию, а отбор. Дмитрий Евгеньевич, в принципе, понятна суть борьбы с хаосом для решения внутриполитических задач. А насколько эта концепция, так скажем, экстраполируется на дипломатию, плоскость внешних сношений и понимание как раз миропорядка? Вот смотрите, до 19-го примерно века, ну, по крайней мере, до его начала, когда, тут еще тоже очень большая хитрость. Дело в том, что вокруг Запада, и в древности, и в средневековье, и так далее, были вполне себе конкурирующие, были вполне себе сопоставимые по уровню экономической мощи, по уровню культуры, цивилизация альтернативная, восточная. А в Китае ничего подобного не было. Китай всегда представал для, ну, не столько, может быть, кочевников Центральной Азии, хотя и на них тоже было очень мощное воздействие, Ну, а для земледельческих рисосеятельных цивилизаций, Юго-Восточной Азии, Вьетнам, прежде всего, Япония и Корея, это был источник высокой культуры, это был источник инноваций, это такой был сияющий град на холме, если воспользоваться таким вот эпиграфом. Это, конечно, тоже сказывалось. Это сказывалось, потому что это подтверждало, ну, я побоюсь использовать слово имперские амбиции, потому что значение слов, оно не совпадает. Тут скорее речь шла о другом. Тут скорее речь шла о том, что это подтверждало мироустроительную функцию китайской власти вообще. Причем, в идеале она должна была быть мирной. Причем, что интересно, наиболее успешные примеры интродукции китайского влияния в той же Корее происходили тогда, когда Китай был в политическом смысле относительно слаб, и как раз он активно использовал то, что мы сейчас называем мягкой силой. То есть носители высокой китайской культуры приезжали, вести себя высокомерно они не могли, там по ряду причин, вот, зато щедро делились опытом, щедро делились той самой мудростью. И не безуспешно. В 19 веке все изменилось, потому что империалистический запад навязал китайской цивилизации вот эти свои правила борьбы. Сама по себе, вот это тоже интересный момент. Китайская история – это бесконечные войны. Но при всем при том, сама доминанта китайской культуры – это не агрессивность. Это стремление уйти от прямого лобового столкновения, любого, словесного, какого угодно. Вот, кстати, наши соотечественники, которые так или иначе прижились в Китае, которые работают с китайцами, которые хорошо знают язык, они на это обращают внимание. Что китайцы даже в быту поразительно не агрессивны. Наши по сравнению с ним действительно дикари, которые слишком бурно реагируют по любому поводу на всякие мельчайшие раздражители. Знаете, значит, замкнулись, сделали лицо. Вот, мелочь не совсем, потому что все в этом мире связано со всем. И вот, получается, что мощные империи в истории Китая создавали не китайцы. Они создавались в условиях внешнего завоевания. Все величайшие державы, которыми сами нынешняя китайская историография оперирует, как величайшие. Империя Тан 7 века, она создана тюрками. Она ограничилась тюркским каганатом, правящая династия была тюркская. Династия Юань – это вообще потомки Чингисхана. Самая такая открытая для внешнего мира империя. Династия Цин, которая создала конфигурацию современных границ Китая с 17 века по началу 20-го. Это маньчжуры. Опять же, не китайцы. Тоже интересный момент. И вот как раз, когда Запад навязал Китаю условия лобового столкновения, в которых китайская цивилизация начала проигрывать, как раз и возник главный вопрос. Как перестроиться? Как сохранить свою политическую культуру с ее главным ядром – мироустроительным характером? Запад сам же подбросил этот рецепт. Это экономизация политики. Это растворение политики в экономике. Которое позволит обойти шероховатости культурного или любого другого характера. Китайская цивилизация не агрессивна. Из этого следует, что она, например, достаточно индифферентна в религиозном отношении. В современном Китае существует специальный отдел в Центральном комитете Компартии, который чем занимается? Который регулирует религиозную деятельность. Есть пять разрешенных конфессий. Две из них христианские. Протестанты-католики. Есть буддисты, есть ислам, есть давосизм. Все, больше государства от не вмешивается. Оно дает разрешение. И в царе Китайской империи было то же самое. Появляется какая-то новая секта, но хоть новый культ. Приезжает чиновник, делает заключение, ставит штампик. Для государства безопасно, не претендует на подрыв основ. Все, получаете лицензию, покупаете землю, строите храм, открываете школу, всю штуку. Пожалуйста, работайте. Вот примерно то же самое. То есть, вот эти вот проекты-то, да, разнообразнейших шелковых путей, хоть арктических, хоть южных, хоть морских, они почему очень серьезное беспокойство, озабоченность вызывают, я не знаю, и на Даунинг-стрит, и в Пентагоне, где угодно, потому что они не вписываются в привычные рамки. Потому что они почему-то как-то ухитряются же, никому ничего не навязывают. То есть, почему-то, значит, китайцы успешно общаются и с Саудовской Аравией, и с любыми странами Африки, да, и со странами постсоветского пространства, причем на своем языке. То есть, отсутствие мессианского концепта, внешнеполитического. Вот это как раз больше всего поражает исследователя китайской культуры, в том числе политической. Но вот эта экономизация политики, о которой вы говорили, она же в значительной степени во второй половине 20-х века, в 90-х, и сейчас она имеет место быть и достаточно успешно реализуется. Нет, но тут ведь хитрость-то в том, что таких проектов экономизации политики их не один. Самый-то известный из них — это глобализация. Глобализация, которая, естественно, началась там, ну, сейчас, да, разные взгляды на этот весь процесс, ну, будем считать, что глобализация, наверное, по-западному. Она неотделима от империалистической экспансии. А Китаю не удалось разве вписаться в этот процесс? Попытка была, но проблема-то в том, что Запад сам же отказался от чистой экономизации политики, привнеся туда идеологическую составляющую. Причем идеологическую составляющую, которая, парадоксально, судя по всему, относительно чужда самому Западу, потому что она, безусловно, является его порождением. Никаких сомнений быть не может. Чему это приведет? Ну, вот, собственно, сейчас мы и находимся-то в самый разгар этого процесса. Вот, редкая возможность для современников оказаться свидетелями. Дмитрий Евгеньевич, из всего того, что вы сейчас обозначили, я вижу конкретные черты. Во-первых, понимание собственной идентичности, не побываясь в это слово цивилизационной идентичности, лояльной, с пониманием отношения к идентичностям оппонентов, коллег, будь то они меньше по размеру и по значению, будь то они больше, и, соответственно, стремление именно, ну, руководствоваться экономическими задачами общего характера. Я бы даже сказал просто прагматическими, некими задачами. Вот, на данном этапе это экономика, на следующем этапе, может быть, будет что-то еще, мы не знаем, что. Но ведь эти все характерные черты, они вписываются в концепцию BRICS. И там собраны на данный момент, ну, я не скажу, что все цивилизации, но государства, которые так или иначе педалируют свою определенную идентичность. И в этом плане возникает вопрос, вот какую все-таки роль играет Китай, на ваш взгляд, BRICS, и вообще, если Китай такой могущественный, замечательный, он нужен всем, да? Зачем Китай в BRICS? И какие задачи он ставит внутри этой организации? Давайте вспомним, да, что BRICS начинался уже без малого 20 лет назад. Срок, в общем, солидный. BRICS оформился где-то через два года, после того, как тогдашний руководитель Китая, Ху Цзиньтао, выдвинул концепцию гармоничного мира, гармоничного сообщества. Кстати, обращаю ваше внимание, что эта концепция, она в Китае всегда, она будет универсальна. То есть, она будет приложима к внутриполитическим каким-то задачам и к внешнеполитическим тоже. Разрыва здесь нет. Что такое гармоничный мир? Гармоничный мир, это как раз то, о чем вы это все столько же сейчас говорили. То есть, это мир, в котором не важно, большой ты или маленький. Исповедуешь ли ты ислам или там какую-либо из ветвей христианства. Что ты в этом роде? То есть, тут принципиально важно то, что это мир, в котором реализуются, как ни странно, самые что ни на есть общечеловеческие ценности, впервые провозглашенные, кстати, именно на Западе. То есть, ценность каждого. Потом-то сами они себе все испортили. Вспомним Уруэлла с его блистательным. Все животные равны, но некоторые ровнее других. А здесь вот именно на самом деле так. Но опять же, не будем забывать, что гладко было на бумаге. Вот здесь принципиально важно то, что модель БРИКС, обращаю внимание, да, мы, многие обозреватели, кстати, опять же, находясь именно в западной системе координат, мыслительных координат, они недоумевают, а почему же дальше-то движение нет? Почему только бесконечные культурные инициативы, да? Инфраструктурные, экономические, торговые. А где же военный блок-то? А где же военный блок? А где же вот подобного рода жесткие вещи? Не понимаю, что этого-то как раз и стремятся в Пекине избежать. Это будет ценой. Причин тому будет много. Я, ну, то есть, с одной стороны, нежелание возвращаться к блоковому мышлению. Да, безусловно. Безусловно, мы знаем, что некоторые классики политологии и геополитики утверждают, что именно двухполярная система была, дескать, наиболее устойчивой, наиболее прочной системой международных отношений. Ну, в общем, если посмотреть и посчитать количество обострений, да, которые могли привести вполне себе к горячей ядерной мировой войне, как-то практика, наверное, показывает, что это может быть, наверное, все-таки не совсем так. То есть, вот китайское руководство, оно стремится максимально использовать возможности, существующие здесь и сейчас. А здесь и сейчас это всегда мировое большинство. Да, оно может быть не столь мощное, как США. У него не будет столько подводных лодок, авианосцев, всего прочего. Но не в этом же все измеряется. То есть, принципиально здесь возможность будет другому. Это именно дать возможность распределить более или менее равномерно потребляемые, используемые, передаваемые ресурсы и все остальное. Чтобы они не были сосредоточены на едином полюсе, который мы называем Западом. Хотя, в общем, мы прекрасно понимаем, что условный мировой Запад геополитически очень своеобразен, включая и Австралию, и даже, кстати, Японию с Южной Кореей, да, и некоторые другие вещи. На картах это видно очень хорошо. То есть, это в некоторой степени не параллельно, а все-таки альтернативный процесс. Альтернатива. В том-то и дело, что это альтернатива. Вот многие исследователи западные в значительной степени говорят, что Китай является в значительной степени главным бенефициаром БРИКС. Потому что, ну, помимо взаимоотношений с Индией, о которых мы чуть позже поговорим, наверное, он связан со всеми участниками экономическими связями. Россия, Иран, соответственно, Бразилия, очень-очень в Латинской Америке он представлен. В принципе, даже за рамками БРИКС. Африка интересна Китаю. Вот насколько это вообще справедливо? И насколько это... Я понимаю, что для Китая это достаточно гармонично, а для остальных членов БРИКС это не вызывает опасения. Знаете, ну, если мы сейчас посмотрим, да, количество проектов, которые охотно, причем весьма охотно в Латинской той же Америке и в Африке, да, там местные стороны принимают от Китая, наверное, все-таки даже вот самый предубежденный и самый не находящийся в курсе дела наблюдатель, наверное, скажет, что просто так это возникнуть не может. Ну, не бывает так, да, чтобы вот, как в известном анекдоте от Аверченко, я пробежала за вами 5 километров, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Так не бывает. Понимаете, тоже очень важный был момент. Как известно, в римском праве есть такая формула, после этого не значит следствие этого. То есть, мы здесь вполне наблюдаем процессы, вот здесь они параллельные, здесь не альтернативные, здесь параллельные. То есть, здесь совпало так, что возвышение Китая, оно началось недавно. Все-таки Китай, почему? Вот почему, кстати, современные китайские экономисты. Почему современные китайские политики, почему современные китайские руководители, отвечающие в том числе за экономику, они активно отказываются принимать те расчеты тех экономистов, которые выносят уже китайскую экономику на первое место в мире. По той же самой причине. Чтобы не возникало головокружения от успехов. Китай буквально пару лет назад, даже меньше, вышел за пределы порога бедности. В стране не осталось людей, которые живут там меньше, чем на определенное количество юаней в год. Соответственно, любые попытки, не будем забывать, мы живем в очень глубоко пронизанном разными медиа технологиями в мире, в котором очень серьезную роль играет картинка, играют такие генерируемые мифы, много чего еще. Согласитесь, это так. Соответственно, если сейчас Китай будет пытаться делать акцент на своих успехах, он это делает, но он это делает аккуратно. Потому что это обоюдо устрая оружие. Это можно использовать против. Как доказательство их гнилой, гнусной империалистической сущности, которую они хотят противопоставить, опять же, светлому городу на холме. То есть, вот мне представляется вот так. Смотрите, хотелось бы разобрать взаимоотношения Китая в рамках БРИКС с двумя гигантами. Во-первых, российские-китайские взаимоотношения в рамках БРИКС и просто российские-китайские взаимоотношения, они дополняют друг друга? Это разные вещи? Или же, в принципе, это все в одном, так скажем, ключе? Второй вопрос. Как Китай решает в рамках БРИКС? И решает ли БРИКС? Безусловно, противоречия Китая и Индии. Вот говоря про российско-китайские отношения, они, в принципе, на современном векторе, замечу, да, что ведь на самом деле очень серьезные инициативы в этом отношении, они пошли даже не 10 лет назад, не с 14-го, например, года, гораздо раньше, где-то. Может быть, оно менее было очевидно для неспециалистов, но китайцы это, в общем, просекали достаточно четко. Дело в том, что, вот опять же, здесь китайско-российские отношения, они очень хорошо описываются в категории классической геополитики. Китай и Россия – это страны, которые идеально друг друга дополняют, которые стоят в спине над пеней. Потому что российские просторы, набитые всякого рода ископаемыми и прочими, не прикрыты китайской границей с юга. И при этом, опять же, Китай очень заинтересован в том, чтобы это вот североевразийское пространство, там вплоть до арктического побережья, оно, естественно, не представляло для него тех или иных серьезных возмущений. Не будем забывать, почему, например, очень негативно китайские товарищи, если вы помните, был такой эпизод, когда были президентские выборы в Российской Федерации 96-го года. Собственно, тогда у России действительно была очень мощная альтернатива, потому что Геннадий Андреевич Зюганов, глава тогдашней итерации Коммунистической партии Российской Федерации, он же имел очень серьезный проект, причем проект очень согласованный с будущим Евросоюзом по интеграции России в эти все структуры. И китайские товарищи очень так негативно к этому отнеслись. Китайские товарищи, наоборот, очень сильно поддерживали как раз президентскую кампанию Эльцина, который, как известно, после этого и победил. С чем это было связано? С тем же самым. Иметь над своей северной границей синее знамя со множеством звездочек в план китайского руководства явно не входил. То есть, вот здесь мы наблюдаем вот то самое очень интересное сочетание прагматического курса любого поколения китайских руководителей. И, в общем-то, мы здесь, может быть, наверное, тоже приходим к тому же самому вопросу, который частенько возникает. В том числе он здесь прозвучал такой подтекст, когда мы говорили про Китай как бенефициар Брикса. Естественно, что китайцы будут китайское руководство, оно будет руководствоваться интересами своей собственной страны и своего собственного народа. Это совершенно очевидно. Другой же вопрос, что, понимаете, вот если позволите, тоже маленький примерчик из другой оперы. Когда вышел толстяйный такой том переписки Ивана Антоновича Ефремова, замечательного, советского, и очень ныне популярного писателя-фантаста, который действительно очень интересный и привлекательный предложил облик единого мирового сообщества и, в общем, светлого будущего, вот у него в переписке там с его коллегами есть очень интересный вопрос. Ну, в 60-е годы, как известно, очень актуально, очень мощно для советской культуры стояла проблема мещанства. И что интересно, Ефремов, будучи выдающимся ученым, даже как известно, он был же не только очень известным писателем, но и выдающимся ученым, геологом, палеонтологом, так вот Ефремов очень интересно дал определение мещанину. Причем это определение, безотносительно к чему он относится, оно очень хорошо и сейчас. Вот понимаете, мещанин, с его точки зрения, это человек, который хочет лично для себя очень многого, не имея над никого права, не заработав, не там каким-то образом обеспечив себе доступ к этому каким-то другим, ну, скажем так, законным трудовым путем. Вот здесь примерно то же самое. То есть Запад, он так уж получилось, с эпохи так называемых великих географических открытий, ну, так уж получилось, что он в мировой вот этой конкурентной гонке, если мы будем ее описывать западными понятиями, он вырвался вперед. И на этом основании отождествил собственные успехи на данном этапе исторического развития, ну, с некими абсолютными ценностями. И на основании этих абсолютных ценностей стал тянуть к себе все, что плохо лежит. То есть китайская альтернатива говорит, вот это очень важный момент. Китайская система отношения к экономике, она всегда во всей исторической эпохе, она формировалась в условиях дичайшего дефицита ресурсов, дефицита минеральных ресурсов, там, я не знаю, там, пахотной земли, нормального, там, ну, территории с нормальными климатическими, с относительно нормальными климатическими условиями. Потому что, сами понимаете, если было много земли на равнении, нужно было выстраивать террасы вдоль там склонов, допустим, гор. Посланник Коминтерна в Китае во время Второй мировой войны, Петр Парфенович Владимиров, вот его первое наблюдение, когда он прилетел в особый район Китая контролируемыми коммунистами, в глубоком-глубоком тылу войны. Он ахнул. Он на рассвете своей пещеры, выкопанной в склоне там глиняной горы, выходит. Что он пришел видеть? Он видит крестьян, которые на рассвете аккуратненько каждое перышко зеленого лука прижимают к земле, присыпают, чтобы они не обгорели от горного солнца, потому что дело происходит на высоте 3 километра. Вечером откапывают. И так дважды в сутки нужно поклониться каждому перышку лука. Вот здесь вот примерно вот такое отношение. Это нужно иметь в виду. Это нужно иметь в виду, прежде чем, опять же, задействовать некие распространенные в нашей информационной сфере, там всякие негативные слухи. Но если перейти все-таки к реальной политической ситуации, то здесь, еще раз говорю, на данном этапе Россия и Китай идеально друг друга дополняют. Все-таки не будем забывать, что население России в 10 раз меньше, чем в Китае. Соответственно, здесь принципиально разные будут цели, в том числе и внутри политические, а внешнеполитические совпадают, совпадают и еще раз совпадают. Если мы вспомним работы Санкт-Петербургской школы, в том числе, вот я могу назвать такое замечательное имя, как Владимир Николаевич Колотов, замечательный вьетнамист, замечательный специалист по международным отношениям, он сейчас очень активно продвигает концепцию мировых дух нестабильности, методов, которые Запад сейчас использует для подрыва своих геополитических соперников. Вот так получается, что если мы сейчас наложим на большую карту мира вот эти вот дуги нестабильности, вдруг оказывается, что и Россия, и Китай находятся, и иранцы в том числе, они находятся как раз внутри, внутри вот этого периметра, внутри вот этого круга. Ну, грубо когда-то это пытались сделать, во время доктрины Трумана, еще в конце 40-х годов, сейчас делают тоньше, но гажей оно от этого не становится. Лучше проект, к сожалению, правда тоже. Все-таки экономические взаимоотношения между Россией и Китаем, это лично их дела, но как альтернатива, все-таки именно в контексте БРИКС он больше прослеживается, да, именно альтернативно. Ну, естественно, потому что ведь БРИКС, это тоже такая мягкая альтернативная модель глобализации. Здесь вот еще что нужно обязательно иметь в виду. То, что сложность современных мировых проблем, она настолько велика, что ни одна страна, какой бы она супер-пупер ни была, она их просто не потянет. И мы прекрасно понимаем, что БРИКС, да, ну, собственно, сначала это был БРИК, а потом уже только Южная Африка добавилась с 2009 года, если не помню, не изменяю. Ну, здесь, кстати, что интересно, да, в первоначальной конфигурации БРИКС идеально соответствует китайскому мышлению, потому что это, да, завязанному на цифре 5. 5 сторон света, 5 цветов, 5 вкусов. 5 сторон света, потому что еще есть центр, а не только север, юг, запад и восток. То есть это вот некая многомерность, которая, опять же, позволяет обмениваться информационными потоками, обмениваться ресурсами, даже элементарно продовольствием и всем другим, в обход, навязанный западом вот этой вот однополярной стандартной модели. Это мы, безусловно, наблюдаем. Тем более, что еще раз говорю, сейчас мы живем в мире, в котором, по-моему, практически не осталось, да, традиционных аграрных обществ. В мире, в котором уже с 2000, кажется, года, по оценкам ООН, городское население необратимо стало больше сельского. То есть мы сейчас живем в мире, в котором страны, уже даже те, которые еще несколько десятков лет назад считались слаборазвитыми, могут много чего интересного сделать. Вспомните, например, чудный проект покрытия Северной Кореи сетью сотовой связи, осуществленный, вообще-то, Египтом. То есть технологии там и все остальные протоколы и прочее были перед одной очень развитой, но все-таки африканской страной, другой Северной Кореи, которая, в общем-то, тоже индустриальная и так далее. Вот это мы наблюдаем. Это не совсем БРИКС, но это совсем РИКС. Это тоже хороший пример. О гармоничном мироустройстве, гармоничных глобальных и региональных взаимоотношениях. БРИКС, Китай и Индия, противоречия. Как это коррелируется между собой? Вы знаете, у меня такое ощущение, что здесь немалую роль играет еще и вот современная политика Запада. Потому что мы сразу ведь наблюдали, что, например, когда БРИКС только впервые заявил о себе, сразу же были предприняты на Западе определенные шаги. Ну, например, когда была очень серьезная интрига по поводу в 2012 году выбора тогдашнего главы Семирного банка. Когда впервые эту должность занял, ну, скажем так, не европеец, а американец, ну, корейского происхождения. Поэтому вот когда нам сейчас пытаются активно раскручивать глубину противоречия между Китаем и Индией, мне кажется, что, опять же, сильно абсолютизировать, дурное сочетание слов, но, тем не менее, не отказываюсь, эти отношения нельзя. Во-первых, если мы рассматриваем БРИКС, как, опять же, вот эту многодействующую модель грядущей многополярности, мы прекрасно понимаем, что для Индии там тоже будет свое место. Причем в русле именно того политического направления, которое Индия отстаивает и по сей день. Индия, насколько мне сейчас известно, все-таки глобальных суперамбиций не выдвигала. Но здесь не будем забывать о глубочайшей связанности Индии уже двухсотлетней, благодаря ее колониальному прошлому, ну, скажем так, с англоязычным миром. Безусловно. Это есть. Это есть, от этого никуда не деться. Поэтому, когда, например, мы в тех же самых справочниках, в той же аналитической литературе написаны, опять же, по-английски, читаем, что Индия имеет колоссальный ресурс, это дешевая интеллектуальная сила, мы должны, опять же, в уме держать, что это дешевые интеллектуальные ресурсы, которые говорят по-английски. Это, опять же, в свою очередь, означает, что с точки зрения западных политиков, как бы на этом уже, знаете, сияет такая печать, это мое, не дам любой ценой. Это не означает, что между Китаем и Индией действительно нет противоречий. Они есть по совершенно объективную причину. Возьмем тот же самый вопрос населения. Причем сейчас Индия, учитывая, что она по численности населения обогнала Китай, она сейчас обладает большим количеством трудовых ресурсов, чем в Китае. Китай стал более развитым. В Китае начинаются те же процессы, что и во всем остальном мире. Медленнее, но все-таки начинаются. Еще раз повторюсь, да, та же самая глобализация, это совершенно объективное явление. Сейчас основная битва-то ведется не за, нужна она вообще или нет, это вообще обсуждаться не может. Сейчас основная битва идет за то, кто этот процесс возглавит. Кто оседлает тигра. И на каких условиях, совершенно верно. Дэн Сяопин, он умер в 1997 году, он еще мог себе позволить сказать, что не следует дергать тигра за хвост. Все-таки это была другая историческая эпоха. Сейчас, еще раз повторяю, мы живем в эпоху такой мировой, но опять воспользуемся американским любимым образом, эпоху мировой турбулентности. Блажан, кто посетил себе мировую минуту роковые, вспомним этот замечательный чеканный слог. Но действительно, факт остается фактом. Мы присутствуем при очень интересных исторических явлениях. И мы имеем все шансы, мы, я имею в виду, вот здесь сидящие, друг против друга, еще посмотреть, чему это приведет. Приведет непременно. В этом сомнений быть никаких не может. Все вот эти брецания различным оружием, это, конечно, риторика очень небезопасная. Но, как показывает история, в совсем недалеком прошлом бывало еще и кое-что похуже. По крайней мере, мы сейчас же, кстати, хочу обратить ваше внимание, знаете, еще на что. Вот нам хвалятся вроде бы абсолютной открытостью современного информационного пространства. Вопрос, конечно, спорный. Ну, ладно, примем это за рабочую аксиому. Однако, способствует ли это тому, что мы стали лучше понимать друг друга? Не похоже. Сомнения возникают. Сомнения возникают. А почему? А вот смотрите, почему. Дело в том, что вот в свое время, это моя личная точка зрения, хотя, разумеется, я могу привести имена специалистов, которые с удовольствием тоже об этом много писали. Одной из проблем, например, почему нормально никак не могли договориться СССР и США, да и до сих пор не могут. Потому что, опять же, мы не понимаем логики политического функционирования организмов друг друга. В США, как мы знаем, прекрасно вполне легальным и уважаемым занятием является лоббирование. И вот теперь давайте вспомним. Хоть один за всю историю российско-китайских отношений был у нас в Вашингтоне лоббист РФИ. Хоть один. Я вот про это поспомнить не могу. Китайские есть, с 70-х годов появились. Вьетнамские есть. Армянское лобби очень мощное, кстати, его долгие-долгие годы в Сенате возглавлял никто иной, как Джозеф Байден, нынешний президент Соединенных Штатов. А российского нет. В этом, кстати, отношении, почему еще гораздо проще России общаться с китайскими товарищами, потому что у нас похожие политические культуры. У нас похожим образом действует мышление, у нас похожим образом есть отношение к праву, у нас похожее выстраивается, в общем, принятие решений, потому что принятие решений в компетенции относительно узкого круга лиц, которые, естественно, эти механизмы, это все не выносит на всеобщее обозрение. Ну и самое главное, то, что у нас принятие решений в России и в Китае не носит экономического характера. А вот Китай и Индия понимают друг друга в рамках БРИКС? БРИКС способствует этому пониманию? БРИКС, скажем так, он должен, по идее, этому способствовать. Еще раз говорю, политическая культура Китая, она вообще Востока, кстати, слову сказать, в этом отношении, безусловно, проще, наверное, индийцам общаться там с жителями арабских стран, с иранцами, ну и, кстати, с китайцами тоже. Что здесь вот то же самое, не в лоб, а вот так вот косвенно. То есть нужно притереться, нужно посмотреть, нужно проработать все варианты. И здесь, опять же, вот таких вот резких подвижек, наверное, ожидать будет не следует. Хотя, опять же, здесь я не могу взять на себя ответственность за какие-то глобальные обобщения, потому что, слона, во-первых, едят по кусочкам, а во-вторых, в общем, вся наша жизнь, и политическая, и социальная, и любая другая, она состоит из множества каких-то мелких событий, из множества каких-то мелких решений, которые так или иначе цепляются с другими, причем на разных уровнях. Поживем, увидим. Дмитрий Евгеньевич, а как вы видите тогда, если мы говорим о перспективе, перспективы Китая в БРИКС? Ну, во всяком случае, я могу точно сказать, что для меня, вот именно для меня, для специалистов у Китая, все-таки, хотите, сказать, и бояться там очередной, держава номер один очередного гегемона, наверное, все-таки не следует. Еще раз говорю, БРИКС, это, по крайней мере, сейчас, это прообраз вот той, мировой глобальной альтернативы, ну, которая по ряду параметров для значительной части, наверное, все-таки, руководителей государства на планете Земля, выглядит более привлекательной по ряду параметров, чем, например, существующий Запад. Вот это самое главное. То есть, в этих условиях я сильно сомневаюсь, чтобы ответственные политики, китайское руководство себя зарекомендовало за эти десятилетия как высшей степени ответственные политики, которые мыслят чрезвычайно рационально, вот, это не означает, что их можно просчитать, но это уже в данном случае есть что-то другом, да, а не совпадение способа мышления и прочего. Ну, и таланты, безусловно, тоже. Так вот, здесь очень важный момент, то, что вряд ли они будут пытаться своими же руками ломать те позитивные какие-то наводящие мосты, которые начинают выстраиваться. Еще раз повторяю, вот, если здесь тоже позволите такую вот вспомнить интересную вещь, то, что я здесь процитирую одного замечательного китайеда и специалиста по китайской политике Люсиан Пань, почему он носит такое имя, потому что он еще ребенком переехал в Соединенные Штаты. Вот у него есть очень интересный момент о том, что в восточной системе координат руководитель, он, во-первых, имеет гораздо больше степени свободы, чем на Западе, а во-вторых, по-настоящему хороший восточный правитель, он считается хорошим тогда, когда он в своей индивидуальной деятельности политика в максимальной степени выражает объективные интересы своей страны. Тоже, кстати, возможные критерии, причем, кстати, вполне формализуемые критерии, вот в этой самой рамке практика критерий истины. Вот во всех доктринальных моментах американской внешней политики Китай выступает в качестве такой значительной угрозы. Есть даже теоретики, причем, которые достаточно адекватными являются с точки зрения одних вопросов, выделяют Китай в качестве государства, которому в определенный момент понадобится именно военно-политическая гегемония в регионе, а в каком регионе? В том, в котором он находится, то есть, получается, азиатско-тихоокеанский регион. Насколько эти опасения уместны, хотя мы много очень говорили о гармоничности, и насколько все-таки американцы нагнетают угрозу? Что нагнетают это несомненно. Еще раз повторяю, здесь, видимо, накладываются друг на друга три относительно независимых пласта. Во-первых, это вот та самая элементарная непонимание, даже, может быть, принципиальное непонимание. Во-вторых, безусловно, идеологический момент. Причем, опять же, здесь и сейчас, причем, опять же, степень этого нагнетания, она тоже, в общем, сейчас мы можем посмотреть, что где-то, года шестнадцатого, она так стабильно нарастает, нарастает, нарастает. Вот. И третье, и тоже достаточно важное, это уже просто элементарно посягательство на ту сферу, которую Соединенные Штаты провозгласили своей. И которые они сейчас просто не имеют права сдать сами, ну, потому что иначе получится, как в замечательной метафоре западной политики сэра Родьярда Киплинга, Акела промахнулся. Потому что если Акела промахнулся, значит, сами понимаете, его стоят просто элементарно разорты. Потому что законы выстраиваются вот такие, социал-дарвинистские, скажем так. Ну, пусть сейчас об этом стараются вслух не вспоминать, но логика-то осталась. Ну что, а мы тем временем будем наблюдать за успехами БРИКС и ролью Китая в БРИКС, Россия с китайскими взаимоотношениями, ну и в принципе следить за развитием современных очень интересных международных отношений. Дмитрий Евгеньевич, огромное вам спасибо за очень интересный и обстоятельный разговор. Огромное спасибо. А я напомню, что сегодня мы с вами говорили о возвышающемся Китае и его роли в БРИКС, а в гостях у нас был Дмитрий Евгеньевич Мартынов, доктор исторических наук, профессор кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований в Казанскому федеральному университету. До новых встреч!